Новый год начался с довольно эксцентричной выходки депутата Джорг Кенеша. В ожидании решения своих коллег о даче согласия на уголовное преследование у депутата Эмиля Джамверчиева, судя по всему, сдали нервы. И он пустился во все тяжкие, то есть устроил собственный побег из здания парламента. Ролик с депутатским марафоном обошел все интернет-ресурсы и набрал огромное количество просмотров и комментариев. Навыки депутата-бегуна на длинные дистанции поразили многих жителей страны. Здравствуйте! Но уже очень скоро народный избранник, которого обвиняют в незаконном пересечении государственной границы, добровольно явился в следственное управление ГКНБ. Напрасными оказались его опасения по поводу немедленного заключения под стражу. Следствию только требовалось его участие в следственных мероприятиях. И все. Депутат отпущен под подписку о невыезде. Но что же стала причиной его попытки скрыться от уголовного преследования? Возможно, что депутат недостаточно хорошо знает законы собственной страны, даже при том, что сам является членом высшего законодательного органа республики. Но возможно и другое. Депутат вполне осознает свою вину перед законом и потому счел за благо, не дожидаясь наказания, выйти из зоны досягаемости правоохранительных органов. Повторяю, тут возможны самые различные варианты. Если с депутатом все более-менее ясно, то пока еще неясной остается судьба другого эксцентрика, начинающего или несостоявшегося олигарха и его политического сенсея. Речь идет о судьбе основателя строительной компании KG Group. Как известно, за этой компанией тянется целый шлейф правонарушений, в том числе связанных с обманутыми дольщиками. Имамидин Ташев, глава компании, осенью прошлого года, как известно, был задержан и водворен в СИЗО на основании возбужденного уголовного дела. В ходе следствия он возместил ущерб, нанесенный государству в размере 52 миллионов сомов и был отпущен до суда под подписку. Казалось бы, в целом дальнейшая судьба его самого и его компании будет зависеть от решения суда. Надо только его дождаться и довериться своим адвокатам. Но то ли мысли о выплаченном государству ущербе в десятки миллионов сомов, то ли какие-то иные причины толкнули этого бизнесмена в объятие непримиримых оппонентов нынешних реформ в Кыргызстане. Судить не берусь, но и этот тоже пустился во все тяжкие. Телефонные откровения и переговоры Имамидина Ташева с неким персонажем по фамилии Куренов, которые он вел, находясь в СИЗО, на вполне законных основаниях записывались во всех подробностях. В ходе этих телефонных переговоров бизнесмен получил от своего учителя конкретные инструкции о том, что надо сделать заявление о насильственном удержании его якобы неизвестными лицами, которые представились сотрудниками органов безопасности, и якобы вымогательстве ими 100 миллионов сомов помимо выплаты ущерба государству. И что вы думаете? Отпущенный до суда на волю бизнесмен сделал таки подобное заявление. Ролик с этим сомнительным обращением телекмат Куренов тут же выложил в социальных сетях, а бизнесмен, не дожизаясь ответного хода органов безопасности, поспешил скрыться от их пристального контроля. В настоящее время и он, и его учитель, персонаж, известный в социальных сетях как телекмат Куренов, оба находятся в розыске. Как говорится, коготок увяз всей птичке пропасть. Заявление о ложном вымогательстве, как оказалось, это только невинные цветочки. Бизнесмен не без помощи своих более опытных кураторов был вовлечен в серьезную попытку совершения государственного переворота. И тут уже все детские игры и шутки заканчиваются. Эксцентричность бизнесмена Нувариша и его незрелые, но безмерные политические амбиции, надо полагать, сыграли с ним злую шутку. Госкомитетом по национальной безопасности Кыргызской республики в рамках решения задач по защите конституционного строя и государственного суверенитета выявлен факт подготовки и организации на территории Кыргызской республики массовых беспорядков с последующим насильственным захватом власти со стороны и Ташева, и Т. Куренова. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 326, часть 1 и статьей 245 Уголовного кодекса Кыргызской республики. То есть насильственный захват власти и злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций. Об этом говорится в пресс-релизе ГКНБ. И как уже было сказано, на сегодняшний день и Мавидин Ташев, и Телекват Куренов скрываются от следствия. В рамках уголовного дела они объявлены в розыск. Они в розыске, но органами национальной безопасности были задержаны их активные сподвижники, подозреваемые в соучастии в подготовке государственного переворота. В ходе следственно-оперативных мероприятий установлены десятки сторонников и активных сподвижников Мавидина Ташева и Телекват Куренова из различных регионов страны, которые были в установленном порядке допрошены и дали исчерпывающие показания. В том числе получена информация о финансировании подготовительных и организационных мероприятий со стороны имамедина Ташева, сообщает пресс-служба ведомства. Органами нацбезопасности задержаны отдельные ключевые фигуранты, в отношении которых получены данные об их причастности к преступным планам по свержению власти. Так, был задержан гражданин М.А.И., выполняющий роль координатора по Ожской и Джалабадской областям. В его обязанности, судя по всему, входило собирать и организовывать людей для проведения массовых акций протеста по различным основаниям, в том числе и проблемы ККМ. Также в его задачи входило «Раздача денег и организация транспортировки людей в город Бишкек для участия в протестных акциях». Из Сталабской области доставлена и задержана гражданка КАК, основная функция которой заключалась в организации денежных переводов от различных людей из США. Более того, установлено несколько фактов перевода на ее имя денежных средств в крупном размере от Имамедина Ташева. В результате проведенных обысков по местам жительства Имамедина Ташева были обнаружены и изъяты значительные денежные средства, представительские автомашины, класса люкс и другие материальные ценности. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и задержанию других лиц, причастных к организации государственного переворота, сообщает пресс-релиз ГКНБ. «Эксцентричность всех этих граждан – ничто иное, как следствие неудовлетворенных амбиций политически несостоявшихся личностей с синдромом Наполеона, считают психологи. Их неудачные попытки совершения госпереворота – это всего лишь меркантильное желание занять место у кормила власти. Но чего стоят эти наполеоновские амбиции и во что обходится стране и обществу меркантильность этих несостоявшихся политиков? Прежде всего, это нарушает политическую стабильность и общественное спокойствие в республике, тем самым оказывает негативное влияние на международный и региональный имидж Кыргызстана, чего, собственно говоря, и добиваются забугорные кураторы. Очень жаль, что в очередной раз отечественные политики и бизнесмены, сами того не осознавая, стали марионетками в чужом спектакле, разменной монетой в большой политической игре. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!